Мы хотим взять эту паузу, которая необходима для вступления в приговоры в законную силу, и узнать результаты идущих переговоров об освобождении Савченко. И тогда будем действовать с профессиональной точки зрения, учитывая все возникающие вновь обстоятельства. Я хочу еще раз подчеркнуть, что если бы мы не вели открыто публичную политическую защиту Савченко, то приговором в 22 года исчерпалась бы ее судьба. Она бы отправилась отбывать это наказание, как это было в ряде случаев. И только публичность именно этого кейса дает нам сейчас возможность надеяться на то, что судьба отдельно взятой Савченко, а в ее лице многих украинских политзаключенных, не будет столь печальной. И они не будут отбывать этого наказания, вынесенного судом, российским судом, который не является источником правосудия в Российской Федерации. Это совершенно очевидно. Еще есть вопросы? Да, Игорь Курашенко только что написал, что он готов как-то менять верующего. Я думаю, что это предполагалось и раньше. На встрече с Петром Алексеевичем, когда мы это обсуждали в Киеве, он говорил о том, что он готов к любому способу возвращения Савченко на родину из допустимых, тех, которые позволяют его полномочия. И, собственно, обмен это очень логичная вещь. Обменять на российских военнослужащих, которые вернутся домой, было бы более чем логично. Мы хотим услышать от президента Путина такой же готовности вернуть на родину своих военнослужащих. В конце концов, это люди, которые служат своей присяге и так или иначе имеют право на то, чтобы государство их защищало. И если российское руководство ответственно относится к жизни своих военнослужащих, то совершит этот шаг и войдет, вступит в переговоры и вернет Ерофеева Александрова взамен за Надежду Савченко. А как Запад может получать давление? У Запада есть огромное количество возможностей это давление материализовать. Реализовать его таким образом, чтобы Кремль согласился на то, чтобы вернуть Савченко на родину. Как минимум сейчас идут переговоры в нескольких форматах. Это и по Сирии, это и по Донбассу переговоры в Минске, в соответствии с Минскими соглашениями в нормандском формате. Я думаю, что здесь есть много инструментов для размены. И по поводу голодовки, давайте я скажу. Значит, что касается голодовки. Надежда Савченко пока не отринула идею начать голодовку в знак протеста против этого приговора. Голодовку она собирается начать на 10 рабочий день, спустя 10 рабочих дней после вынесения этого приговора, когда он вступит в законную силу. Это не желание, не спорт, это вынужденная необходимость. Надежда Савченко считает, что она может воздействовать, находясь в следственном изоляторе на российскую власть только таким способом. Только не принимая пищу, не принимая воду. Речь идет о сухой голодовке. У нас еще есть возможность за эти 10 рабочих дней попытаться ее отговорить от этого шага. Но, как показывает практика, она человек очень такого серьезного своего мнения. Она мало кого слушает. Я боюсь, что и в этот раз вряд ли увеличается успехом наши уговоры. Вместе с тем она объясняет это следующим образом. Она готова вернуться в Украину либо живой, либо мертвой. И таким образом она подталкивает руководство России к решению ее вопроса как можно скорее, не доводя до какого-то критического состояния. Я надеюсь, что все-таки ее выдача тем или иным способом произойдет раньше, чем наступят критические последствия для ее здоровья и жизни в результате этой голодовки. Поэтому мы надеемся, что все-таки до какого-то ужасного варианта дело не дойдет. Ну и последнее я хотел сказать, что сегодня в своих социальных аккаунте, твиттере и фейсбуке я призвал немедленно сейчас украинские общины выйти с протестом, мирным ненасильственным протестом по местам их проживания в разных странах мира. Будем считать, что это последний, самый главный Global Day 5 фри Савченко и пользуясь случаем я еще раз прошу поддержать нас и отреагировать на этот приговор возможным способом. Выйти и еще раз продемонстрировать, что с этим незаконным и этим преступным приговором украинцы не согласны. Мы призываем их продемонстрировать это главам и правительствам в странах их россияния, чтобы усилить давление на Кремль с тем, чтобы Савченко была освобождена.